В Москве проходит вторая международная конференция «Россия-Китай к новому качеству двусторонних отношений». Ее организовали Российский совет по международным делам и Российско-Китайский комитет дружбы мира и развития при поддержке российского МИДа. Форум этого года посвящен 15-летию заключения двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главная тема — сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы экономического пояса шелкового пути. В двухдневной конференции участвуют более ста российских и китайских чиновников, предпринимателей и экспертов. На церемонии открытия перед ними выступили член госсовета КНР, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго и глава российского МИДа Сергей Лавров. За последние 20 с лишним лет, особенно за период после подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайско-российские отношения, планомерно развиваясь и постепенно поднимаясь, достигли беспрецедентно высокого уровня. Наши сегодняшние отношения близки как никогда. Между нами достигнута принципиальная договоренность и о поиске путей сопряжения евразийской интеграции в формате Евразийского экономического союза и китайского проекта экономического пояса шелкового пути. В совместном заявлении России и Китая, принятом на высшем уровне 8 мая 2015 года в Москве, закреплено единое видение модальности такой работы на двустороннем и многостороннем уровнях в интересах обеспечения поступательного и устойчивого развития в регионе, о котором идет речь. Продолжение следует...